Добрый день! Я Ирина Бабкова, кандидат в депутаты от Русского Союза Латвии. На днях подошел срок подачи партийных программ в Центральную избирательную комиссию. С ними можно ознакомиться на их сайте cvk.com. Программа партии – это документ, содержащий 4000 знаков. Там находятся краткие тезисы по основным пунктам экономики и политики. Ясное дело, что во всех, без исключения программах партии, все, что касается экономики, описано очень радужно. Сияет, как новые евро. Все партии, каждая по-своему, пишут о будущем процветании Латвии. А вот насчет политического курса не все у всех так однозначно. То же касается проблем двух общин. Радикально настроенные латышские партии включили в свою программу лозунг «Латвийская Латвия». Партии, имеющие менее радикальные взгляды, этот лозунг вуалирует как салый дешина, то есть сплочение общества. Другие призывают к полному перемешиванию национальностей на основе латышского языка. Что я хочу сказать. Мы долгих 28 лет пытались жить каждой своей жизнью, приспосабливаться, уступать, ждали уступок со стороны правительства. Они, в свою очередь, ждали, что мы станем латышами или покинем Латвию. Но не произошло ни того, ни другого. Много лет назад появилась партия согласия, мы за нее голосовали в надежде, что ей, наконец, удастся решить ключевые вопросы. Но, как мы видим, ВОЗ и ныне там. Более того, в их новой программе слов «русский» и «негражданство» вообще не фигурирует. В последнее время мы поняли, что отступать больше некуда. У нас отнимают права даже на наших детей. Мы больше не можем выбирать язык образования для них. Нам это, естественно, преподносится как огромное благо. Но лишение выбора языка образования не может быть благом ни в коем случае. Поэтому лично я перестала тешить себя иллюзиями и надеяться на доброту и понимание соседей по стране. Их риторика становится все более агрессивной, жесткой и бескомпромиссной. Русским отводится роль людей, которые должны платить налоги и молчать. Законодатели, принимая дискриминирующие законы, дискриминация происходит по закону. Дела в судах тянутся годами, а в это время масса населения подвергается дискриминации. Сейчас интересы огромной части населения Латвии фактически никак не представлены в законодательном органе страны. И эту ошибку нужно исправить. Голос второй по численности общины Латвии должен звучать громко. Единственная партия на политическом поле Латвии, которая последовательно отстаивает права русской и русскоязычной общины, это Русский союз Латвии. Сейчас в руках мы имеем политический инструмент – выборы, которые состоятся нынешней осенью 6 октября. Я призываю вас прийти на выборы и проголосовать за Русский союз Латвии. Русский союз Латвии